МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В большинстве отменены внутригерманские рейсы. Также не будет вылетов в Барселону, Москву, Париж и Сплит. Компания напоминает, что все пассажиры, пострадавшие за забастовки, могут бесплатно перебронировать билеты или же получить деньги, потраченные на билет обратно. Также компания просит заблаговременно согласовывать информацию по полетам на сайте Евровинкс. Оставшимся в аэропортах пассажирам компания обязуется предоставить бесплатный ночлег, средства связи и питания. Хотя это и не компенсирует людям нарушенные планы. Разумеется, я злюсь. Я проснулся рано утром, чтобы попасть на рейс. А теперь я стою здесь в очереди с кислым выражением лица. Каждый человек имеет право на забастовку. Такой закон, что поделать. Закачаю маме побольше фильмов. Я здесь ее провожаю. Да, я очень раздражена. Я не знаю, мне кажется, можно было бы это организовать более разумно. Предполагается, что забастовка коснется 50 тысяч пассажиров. В аэропорту Тегель в Берлине отменены 70 рейсов. В аэропорту Гамбурга из 25 утренних рейсов вылетели только 14. Только 3 из 34 рейсов компании Germanwings поднимутся в небо. Всего на эти сутки было запланировано 500 рейсов этих авиакомпаний. Из них состоится лишь 120. Компания Евровинк заявила, что не будет изменений в графике вылетов только для дальних и трансатлантических рейсов. Бортпроводники известных немецких лоукостеров вынуждены были организовать забастовку после того, как переговоры о пересмотре оплаты труда и повышении тарифов зашли в тупик. У сотрудников бюджетных авиалиний заработная оплата значительно ниже, нежели у их коллег в материнской компании Люфтганза. Утром в четверг спасатели, пожарные и полиция в городах в центре Италии приступили к оценке ущерба, причиненного землетрясениями, которые произошли накануне. Пострадавшие от подземных толчков города завалены обломками полуразрушенных зданий. Сообщений о жертвах пока не поступало. Колебания почвы магнитудой 5,4 и 6,0 последовали одно за другим в течение двух часов поздно вечером в среду. Эпицентр обоих землетрясений находился в районе города Кастель-Сант-Анджело в области Марке. В результате стихийного бедствия 24 августа здесь, а также в Умбрии и Лацио погибли почти 300 человек. Около полутора тысяч до сих пор ютятся во временных жилищах. Минувшую ночь жители населенных пунктов, оказавшихся в зоне разрушений, провели под открытым небом. Мэр городка Виссо Джулиано Пацальини говорит, что последствия, к счастью, оказались не такими драматичными, как могли бы быть. Три человека получили легкие травмы после первого толчка. На этот момент я бы исключил серьезные случаи, если только не пострадали те трое людей, которых мы пока не нашли. Но мы не уверены, что они были здесь, когда случилось землетрясение. По словам мэра Кастель-Сант-Анджело Маура Фалуччи, город остался без электричества. Жители собрались на центральной площади. Премьер-министр Италии Матео Ренци отменил все запланированные на четверг мероприятия. В школах региона не будут проводиться занятия. От толчков произошли новые разрушения в городе Аматрича. Не все его церкви и другие исторические здания сумели пережить землетрясение в августе. Семь человек погибли, десять пропали без вести. В результате схода оползня на главную автостраду, соединяющую столицу Колумбии Боготу со вторым крупнейшим городом страны Медельином. Тонны земли обрушились на оживленную трассу в провинции Антиокия. Как сообщили местные власти, поиски пропавших без вести продолжаются. Спасателям помогают собаки. Под завалом оказались и работники, расположенные неподалеку шахты. Владельцы шахты заявили, что там работало около 11 человек. Но найти удалось только пять тел. Около дороги нашли еще одно тело – мотоциклиста. Движение на трассе блокировано и, скорее всего, будет закрыто несколько дней. Причиной схода оползня стали проливные дожди. Они идут в Колумбии в течение нескольких недель. В Мюнхене продолжается суд по делу террористов из национал-социалистического подполья. Адвокаты из ЦОП потребовали от суда приложить к делу новые доказательства, касающиеся исчезновения пропавшей 15 лет назад девочки по имени Пегги. Этим летом грибники обнаружили в лесу неопознанный труп. Позже выяснилось, что это тело Пегги. Две недели назад удалось установить, что на одеяле, которое находилось рядом с останками, сохранили следы ДНК члена неонацистской организации под названием национал-социалистическое подполье Уве Бёнхарта. Мы спрашиваем, как финансировалось национал-социалистическое подполье. Известно, что они не грабили банки. Не исключено, что они существовали за счет изготовления детской порнографии. Мы должны объединить эти два дела и все тщательно проверить. В суде заявили, что не имеют достаточно оснований, чтобы объединить дело об исчезновении Пегги и дело неонацистов. Чтобы сделать это, нам нужно выслушать по этому вопросу мнение всех заинтересованных сторон. В нашем случае это адвокат, земельный прокурор и генеральный прокурор. А потом же решение будет принимать суд. История исчезновения Пегги стала одним из самых громких уголовных дел последних лет. Девятилетняя девочка пропала без вести 7 мая 2001 года в городе Лихтенберге на севере Баварии, когда возвращалась после школы домой. 12 лет назад по этому делу был осужден психически больной мужчина, но спустя 10 лет обвинения с него были сняты. 2 июля этого года один из грибников нашел части скелета девочки в 15 километрах от ее родного города. Уве Бенхарт умер 4 ноября 2011-го. Вероятно, от пули своего сообщника Уве Мундласа, который позже застрелился. Вместе с единственной выжившей фигуранткой дела национал-социалистического подполья Беат Исчепе, они, как уверена прокуратура, на протяжении более 10 лет совершили десятки преступлений, в том числе убийства не менее 10 человек. Судебный процесс по делу террористической группировки начался в мае 2013-го и продолжается до сих пор. Звезда номер 2593 на Голливудской аллее славы досталась британцу Хью Лори. Успех у американской аудитории ему принес сериал «Доктор Хаус» об эксцентричном медицинском гении. На родине актер прославился после теленовеллы Дживс и Вустер по произведениям Пеллама Гренвилла Вудхауса о приключениях английского аристократа и его слуги. Стивен Фрай, давний друг Лори и напарник по съемочной площадке, поздравил товарища в лучших традициях британского юмора. Фрай напомнил, что Лори шесть раз был номинирован на премию «Эмми», но так и не получил ее. Но в отличие от других публичных фигур в такой ситуации, он предпочел не стучать своими маленькими сверкающими каблучками и не ругаться грязно. И это, конечно, черта настоящего человека. И вот мы здесь, в центре развлекательной столицы мира, в сердце Вселенной. И здесь есть очаровательная традиция чувствовать звезд, опуская их на землю. Так что Хью теперь будет коротать вечность, посыпанный жвачками и собачьими экскрементами. А то и чем похуже. Мир у его ног, а теперь он оказался под ногами у мира. Дружеские поддевки между Фрайом и Лори давно стали визитной карточкой комедийного дуэта. Сам свежеиспеченный обладатель звезды на асфальте произнес неожиданно прочувствованную речь о работе над сериалом «Доктор Хаус». Я думаю, нет такого актера, который бы не думал время от времени, а кто-то и довольно часто, что занимается ерундой. Но иногда ты понимаешь, что это большая честь быть частью чего-то, что затрагивает жизнь столь многих людей в мире и даже меняет их судьбу. Можете считать это пустыми словами, но я вам скажу вот что. Я встречал множество молодых людей, которые взялись изучать медицину, посмотрев «Доктора Хауса». Они спасают жизни, принимают роды, потому что их воображение в свое время подстегнули эти истории и идеи. Это огромная честь для меня. Сериал «Доктор Хаус» шел на телеканале «Фокс» на протяжении восьми сезонов. Его аудитория составила почти миллиард зрителей по всему миру. Хью Лори попал в книгу рекордов Гиннесса как актер, привлекающий наибольшее количество зрителей к телеэкранам. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте «Нового времени» m-z.tv и на наших страницах в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова